я так и думал не успели они не успели не заход построить и так что нужно решать сейчас придем наверно сейчас отменим тут всю стройку и будем строить что-то другое то что может повлиять на скорость стройки здесь приветствую всех кто не понял чем вообще событие что вообще происходит советую вам посмотреть предыдущую серию и там как раз вы все и поймете мы поехали к стройконтору которая находится у нас вот тут отменяем сейчас все заказы потом после того как отменим все заказы я перенаправлю одну машину получается с дровосеком одну машину куплю и потом мы наверное вот тут вот сделаем новый мостик за зиму как раз у нас сентябрь октябрь ноябрь декабрь да сделаем мостик он будет скоростнее и мы соответственно сможем быстрее добираться до точки назначения струечку моста смотрите что я сделал продал технику на эту технику купил себе вот такой вот на цель который будет привозить у нас панели я их здесь укомплектовал три штуки почему три штуки потому что здесь вот три слота если они одновременно приедут будут одновременно именно загружаться закупил битум потому что там нужно будет сто тридцать пять вроде бы тонн не помню ну что-то до 120 тонн асфальта так что битум пришлось купить и все в этой серии я хочу все-таки дойти до месторождения то есть мы до него дошли в той серии я хочу его отстроить и уже запустить и наладить производство битума и производство топлива я думаю у меня все это получится сейчас мы вот тут мостик прокидываем назначаем строительной конторе чтобы это все отстроилось и я думаю за зиму мы успеем вот этот мост пропускает со скоростью 30 километров в час а мы будем панельный мост строить который будет пропускать именно машинки со скоростью 100 километров в час я думаю на этом участке как раз они неплохо будут разгоняться мост запланировали строительной конторе назначили задачу осталось только дело за малым посмотреть и подождать пока он отстроится если он отстроится немножко раньше то мы немножко за асфальтируем дорогу ну раскошелимся так уж и быть на асфальт на битум и сделаем немножко себе асфальта но это есть и мост сделается очень быстро давайте посмотрим как они его сделает за зиму или не сделаю давайте немного отвлечемся от стройки моста я тут именно в графе как заметил некоторые странности нужно провести инспекцию посмотреть странность первое насчет именно урожая написано что максимальный урожай находится в павлодаре мне-то вода возникает вопрос а с чего делает хлеб и из чего делает биотопливо давайте посмотрим да здесь правда все пусто сколько у нас вообще запасы хлеба 31 тонна давай сейчас посмотрим что у нас здесь 33 тонны и здесь то есть мы получается на последних щах до идем ё-моё до урожая то есть может быть вымирание да я так понимаю урожая нету здесь чтоб вы понимали собирается около 700 тонн урожая 700 800 тонн урожая по топливу у нас тоже получается может быть просадка вот это вот проблемка теперь странность следующая у меня что-то случилось именно с населением я вижу что-то не так давайте сейчас небольшую инспекцию проведем именно сначала в павлодаре так одежда есть здесь у нас нет одежды а значит все съели производство одежды чтоб вы понимали 10 тонн в год мы производим одежду насчет еды ты мне скажи что у вас здесь насчет еды у вас хорошо а здесь запасы еды 51 тонна можно будет принципе переправить так давай-ка сейчас посмотрим здесь что у нас находится небольшая инспекция еда мясо хорошо одежда плохо совсем плохо да одежда просто колоссально плохо значит давайте сейчас направляем сюда именно грузовичок с одеждой пускай едет как раз в это время мост у нас должен достроиться и нужно что-то решать именно с полями если такое большое потребление это очень плохо это я выпустил машины машины начали больше потреблять биотоплива и мы сейчас можем мы сейчас можем просто вымереть круто давайте сначала все потихонечку по нормальному я понимаю сейчас может быть чуть чуть больше разговора но ничего страшного нужно сейчас это решить берем значит сюда здесь вроде бы больше всего было у нас одежды дать 11 тонн одежды загружаем одежду теперь переходим именно в обскол нажимаем здесь остановочка и выгружаем эту одежду здесь все поехали сейчас одежду привезем пока они там строят мост мы обязательно достроим без него никак потому что мы нам нужно будет это все решить насчет стройки которые возле там нефтедобычи нужно сейчас подумать одежду в обскол привезли отлично опять по стариночке у нас два автомобиля стала кто это у нас наверно скорее всего кто-то кто возит людей да и второй автомобиль тот кто у нас возит руду сейчас мы их отправим они как раз доедут оу лет какая очередь как раз красивенько будет и параллельно еще будем смотреть как у нас будет отстраиваться мост я думаю там принципе не слишком много успеет отстроиться но все-таки посмотрим на всякие пожарные чтобы ничего не пропустить так и сюда и ты вот сюда вот все поехали смотреть как они доедут прекрасно проехались для тех кто спрашивал не будет ли тут очереди как видите очереди здесь не сеть потому что из-за того что много рабочих быстро все перерабатывает и соответственно все быстро переплавляется также были вопросы поставлено чтобы снег очистить уку возле именно шахты и будут там доезжать машинки нет они будут пробовал я потратил только зря два часа или три в итоге ничего не получилось там нужное электричество к нему там нужно и топлива к нему азс там и обслуживание нужно короче как-нибудь в следующий раз давайте сейчас досмотрим как у нас построиться мост и потом уже перейдем именно к палаточному городку который находится возле нефти тут совсем чуть-чуть осталось да мы отстроили этот мост отстроили но радоваться можно только отстроенному мосту у нас тут проблемы когда я эту нефтянку запущу смотрите и я просто прозевал смотрите что с населением пошло и это только вот здесь вот тут и тут по водаре и в обской и все нормально как я и думал закончилась еда и начался коловорот еды нету мало того что еды нету нас еще и нету топлива выгребли все под ноль топлива то есть ту технику которую я запускал вот этого технику 1 2 3 4 до 5 вроде бы я их запускал они прикосили буквально все вот все перекосили я сейчас теперь не знаю что делать не в принципе я смогу сейчас восстановить чтобы еду привести еда у меня есть а вот как будет топливом не знаю может все-таки построить еще чуть побольше полей я сейчас пока подумай давайте сейчас будем начнут сущие проблемы решать час опустимся вниз вот у меня есть два свободных грузовика привезем еды в один магазин во второй и немножко сбавим сейчас смерти и побеги надо справляться очень быстро а первая партия еды прибыла будем надеяться что это выровняет ситуацию посмотрю и мы у нас даже и с дровами теперь проблема это получается я смыканул с лица пилки именно этот один несель до который возит дрова и у нас тут стал перекосяк даже что же это такое я надеюсь мы вылезем с этого говна если слишком долго затянемся я наверно вот тут вот за асфальтирую дорогу насчет асфальтирования смотрите у меня там не хватило битума так что пришлось еще докупать и неэффективно хранить деньги именно вот тут вот когда у тебя большая инфляция к сожалению и знаете что еще вот здесь больше восьми машин не влазит к сожалению так что приходится будет буду перехонять в эту сторону сейчас немного понаблюдаем за статистикой чтобы все у нас выровнялось все у нас стало хорошо посмотрим верном вот тут вот как раз стали литейку еще понаблюдаю и тогда уже двинемся отстраивать полевой охра дочек все что мог сделала как видите опять начинает все трещать по бороде и я теперь понял что за сетую вида тогда было на стриме населением это ответ для тех кто именно задавал мне вопрос до увеличит население до увеличит и больше машины проблем не будет вот вам ответ при увеличении больше населения и при увеличении машин соответственно вот что случилось даже при учете если бы я сейчас больше полей бы сделал это бы все равно ничего бы не решила потому что уже зимы я уже знал что этот будет коллапс я подозревал но то что меня подставит псков псков подставит я не от этого вообще не ожидал вот это вот дрянная машина болесау я понимаю она не виновата виновата именно механика которая здесь от грузки логистическая но она не смогла выгрузить одежду тем самым она стояла ждала пока здесь используется одежда вот тут вот она не использовалась а в это время она должна была привести хлеб то есть еду и мясо которого у нас достаточно тут 95 тонн и здесь вроде бы должно находиться мясо мясо сгнило ну было никто не привез и все вымерли слушайте но подорвало подорвало пердак нормально даже я бы сказал бы очень жестко и начну прям с отсюда знаете почему я вот сейчас тут все нафиг снесу с продовольствием и поставлю так как нужно с нормальным складом и наверное вот эту одну одну палатку к чертям собачьим снесу и поставлю нормальный мать его дом надоело снесу поставлю не знаю там стали хватит не хватит если не хватит тогда может чуть купим не знаю чуточку совсем купим чтобы уже здесь настроить и закрыть эту проблему фух выхавривайся давайте сейчас перестроим здесь перепланируем все потом отстроим у городочек который будет снабжать именно нефтебазу ну сами видим эти на эмоциях просто на эмоциях а готова чтобы вот это все отстроить вот это вот все вот этот домик на 165 человек нам нужно 30 тонн стали пошли смотреть сколько у нас там стали если что закупим эту сталь 30 тонн так тут я все выключил то есть сталь у нас никто не ест ты кстати я тебя выключил тебя не выключил все теперь ты сталь не ешь и у нас должны быть еще электро детали я их сюда перекинул до 6 тонн электро детали значит нам нужно еще 25 тонн стали к сколько вы будете стоить скажите мне пожалуйста 6 вот так вот 24 стоит вы будете 504 тысячи я потрачу эти 504 тысячи чтобы просто не захарать вот так вы даже не можете представить как я тут загораю из-за того что именно такое произошло подстава так 500 хорошо сейчас мы это все дело устроим там вот вроде бы есть с этой стороны да можно зацепить 1 до продать 300 тысяч еще 300 тысяч если я просто этого сейчас не сделаю это затянется опять и лет на 5 на 6 потом будет то же самое но нафиг так 600 тысяч есть берем теперь единоразовая закупочка берем вот так вот покупаем 24 тонны стали 29 тонн стали у нас есть поехали отстраивать до зимы мы успели только пару тропинок построить но ничего мне есть предложением сейчас мы перейдем там где строительная контора закупимся битумом и будем делать дорогу асфальтированную почему бы не сейчас сначала поводор проверим все ли у них там хорошо и наш поводорчик поводор поводор ты здесь все тебе хорошо скажи что у тебя есть что у тебя нету одежды у тебя нету совсем нету одежды а в магазине у тебя одежды нету вот это вот интересно сейчас нужно будет поводорчик отправить одежду и потом будем асфальтировать дорогу давайте сейчас битумом закупимся где наш битум насколько она и есть и будем себя асфальтировать целую зиму дорогу до понимая зимой асфальтировать дорогу это такое себе мероприятие ну а что поделаешь поехать вот такую вот небольшую асфальтированную полосу мы сделали кстати сто вам это уже на стриме название тут если что потом поставим вот она вот она я потом доделаю тут остался вот этот вот кусочек и вот кусочек маленький доделаю пускай хотя бы тут будет кусочек асфальта хоть что-нибудь более-менее такое симпотно и красиво тем более они зимой тут очень быстро двигаются так что я думаю вот этот въезд к городу они будут преодолевать просто с максимально бешеной быстрой скоростью что пишите свои предложения хотя тут и так ясно нужно переносить производство как можно ближе к стали и потом уже разворачиваться там возле стали и потом уже после этого только думать о нефти если тебе понравилось ставь лайк подписывайся на канал дальше будет интересно пока